Добрый день, это программа неделя в Тагиле в студии Виктор Зайцев и сегодня события прошедших 7 дней мы обсуждаем с заместителем главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Вадимом Куликом. Добрый день, Вадим Михайлович. Добрый день. Итак, главная тема этой недели то, что региональная энергетическая комиссия утвердила тариф на сбор и вывоз мусора. Теперь каждый тагильчанин будет платить за эту услугу 143 рубля. Из каких расходов складывалась эта сумма? Ну, составляющих здесь несколько. Это первое, это сбор, транспортировка, последующая сортировка, обезвреживание и захоронение. Также в состав этого тарифа входит инвестиционная составляющая, направленная на развитие инфраструктуры в системе обращения с твердыми коммунальными отходами. И региональный оператор является еще и плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду. Вот из, так скажем, из этих крупных пяти позиций и состоит, рассчитывается тариф. Раньше он состоял из просто сбора, транспортировки и захоронения. Вообще, я бы хотел, как бы так, вкратце доложить о том, что на самом деле мы с 1 января 2019 года, собственно, вся страна переходит, работать в новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Ряд федеральных законов именно был направлен на это. Устанавливались нормы образования этих отходов, определялись региональные операторы через конкурс, который проводился в министерствах субъектов Российской Федерации. На осуществлении вот этих работы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Эта необходимость, она назрела, она назрела объективно. Ее цель основная – перенаправить, модернизировать систему обращения с отходами таким образом, что она в большей степени была направлена не просто на сборы захоронения последующие, а в первую очередь на сортировку, на минимизацию этой нагрузки, также воздействие на природу. Ну, то есть, это как бы концептально-то вещь достаточно полезная. Помимо всего прочего, в последние годы существующие полигоны, в том числе и в Тагиле наших, два действующих, они занимались захоронением. А ведь, по сути дела, полигон – это сложное инженерное сооружение со своими процессами, которое сохраняется и продолжается, и интенсифицируется после уже окончания сбора и захоронения, ну, то есть, когда площадь мощности уже выработаны. А процессы идут, что приводит к возгораниям, задымлениям, образованию неких газов, которые влияют на так называемые парниковые эффекты и так далее. Да, да. Инвестиционная составляющая – это как раз то, ну, деньги, которые были направлены… Это как раз объекты на создание… Давайте так, инвестиции – это деньги, которые направляются на создание объектов. Объектов, которые в том числе – полигоны, мероприятия направлены на проведение рекультивации старых полигонов. Это тоже, как бы, мероприятия затратные, и они через инвестиции делаются. Это строительство мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов. Ну, вот, и, соответственно, каждый региональный оператор при подготовке своих документов для защиты и формирования тарифа, он и прикладывал вот эти мероприятия, обосновывал их затраты и так далее, что, собственно, и при формировании тарифа эти цифры были учтены, так скажем, региональной энергетической комиссии. Вот, обоснованность этих затрат, да, вот это уже второй очень важный, так скажем, вопрос. Об этом мы чуть позже поговорим, потому что на этой неделе мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, пожалуй, первый из глав городов, кто заявил, что тарифы компании «Рефейни» обоснованно высокие. Давайте посмотрим репортаж. Сегодня для города это неприемлемо. Я против принятия, против до момента, пока мы не разберемся окончательно с рэком ситуации, не разберемся в структуре тарифа. В связи с чем обратился и в правительство Светловской области, обратился в региональную энергетическую комиссию с просьбой представить структуру тарифа. Я хочу сам лично ее посмотреть, проанализировать вместе с коллегами и считаю, что все-таки то решение, которое должно быть принято, оно должно быть разумное и взвешенное. Депутаты Госдумы и Законодательного собрания и Городской думы последовали примеру мэра Владислава Пинаева и открыто высказались против введения необоснованно высоких тарифов на сбор и вывоз бытовых отходов. Напомним, 5 декабря региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила предельные тарифы на услуги по обращению с мусором. Сейчас оплата зависит от площади жилья, а новая система предполагает сбор с каждого тагильчанина. Тот, кто прописан в квартире, должен будет заплатить за вывоз мусора почти 143 рубля. Ну что это такое, многое. Где пенсионера брать только денег? Я против. Повышается все, насколько все знают, после Нового года. Это всегда чревато материально. Если в купе все, когда повышается, это очень тяжело. Жителям частного сектора придется платить больше, чем тем, кто прописан в квартирах многоэтажек. Для них установлена сумма 160 рублей 71 копейка. Руководители ТОСов новыми тарифами недовольны. Если раньше любой житель частного сектора за дом платил в месяц 100 рублей за вывоз мусора, сейчас 133 рубля в частном секторе с человека. Это просто не... Возмущены все люди. Все никому это не нравится, все против. Если вот сегодня, допустим, приходит мусорка в 3 часа, выйдет здесь вот море народу, то теперь, как нам сказали, нам хотят поставить контейнера, нам это вообще не нужно в частном секторе. ТОСы откажутся все. Это не только мое мнение, это мнение всех председателей ТОС. Платить за вывоз мусора тагильчанам предстоит по отдельной квитанции. На эти расходы распространяются льготы, предусмотренные на оплату услуг ЖКХ. Как отметили в пресс-службе компании «Рифей», в тариф включены затраты на сбор, транспортировку, утилизацию и захоронение отходов, а также какая-то инвестиционная составляющая. Там интересная вещь, как бы оно, между прочим, проскакивает, инвестиционная составляющая. Знаете, что такое инвестиционная составляющая? Обслуживание кредитов, говорят, еще там не дали. Обслуживание кредитов, те, которые кредиты берут, господа этих компаний, они, идя, наверное, нарисовали картину хорошую, почему рядовой житель должен оплачивать строительство мусоропрорабатывающего завода. Я в этой вот инвестиционной составляющей вижу вот это вот. Если у тебя есть деньги, ты, пожалуйста, вложь построй, как положено, потом собирай с прибылью. Напомним, изначально компания «Рифей» хотела получить за сборы вывоз кубометра мусора 1137 рублей. Владислав Пинаев выразил несогласие с высокой стоимостью услуги. Глава Нижнего Тагила направил в РЭК и правительство Свердловской области письмо с требованием провести дополнительный анализ расчетов. В итоге «Рифей» вынужден был снизить сумму до 704 рублей. Однако Владислав Пинаев считает и этот тариф необоснованно высоким и намерен вести переговоры с региональным оператором о снижении коммунальной нагрузки на тагильчан. Депутаты Государственного парламента, Законодательного собрания и Городской думы поддерживают требования Владислава Пинаева. «Мы также, как и глава города, направляли письма в МинжКХ, в РЭК и Законодательное собрание Свердловской области по тем тарифам, которые предварительно были внесены в региональную энергетическую комиссию. Ну да, наверное, письма прислушали. На сегодня тарифы чуть снижены к тем, которые были внесены первоначально. Но, тем не менее, они еще сегодня остаются самыми высокими в Свердловской области. Да, это, конечно, вызывает сегодня вопросы. И мы надеемся в ближайшее время получить по этим установленным тарифам все разъяснения. Я поддерживаю полностью Владислав Юрьевич Пинаев. Я знаю, что Городская дума обратилась с вопросом, чтобы пересмотреть тарифы. И вообще, надо бы еще обратиться, наверное, в антимонопольную службу. Пусть посмотрят, на каких условиях выигрывали, на каких условиях отдавали. Для меня это непонятно. Абсолютно непонятно, как формировался данный тариф. И я в полном объеме поддерживаю главу города Владислава Юрьевича Пинаева, который говорит о том, что тариф завышен. Тариф необходимо снижать. Необходимо разъяснение по структуре тарифа, как он был сформирован. Поэтому сделал депутатский запрос на председателя комиссии, чтобы обозначили, как сформировался тариф и обоснованность данного тарифа. Отметим, что РЭК установил максимальные тарифы, а значит, региональные операторы могут их снижать. Вадим Михайлович, муниципалитет проводил собственные расчеты, чтобы понять, сколько реально стоит эта услуга? Нет, собственных расчетов мы не проводили, потому что установлен тариф на единую северную административную зону, производственную административную зону. Всего Свердловская область поделена на три. Зону Нижний Тагил попал в северную, где в рамках проведенного конкурса региональным оператором определенная компания ООО «Рефей». Мы расчеток собственных не проводили, потому что здесь, так скажем, многофакторный, необходимо проводить анализ, потому что расчет складывался в целом по региону, а здесь он очень большая территория. До нас эта информация не доведена, и совершенно верно, мы сейчас и пытаемся у региональной энергетической комиссии запросить возможность, чтобы ознакомиться, что же заложено. Причем хотел бы обратить внимание, что часть инвестиций ведь уже в Тагиле предусмотрена в рамках конституционного соглашения. Учтены ли эти затраты при существующем формировании тарифа? Второй вопрос. Ну, если мы сами уже тратимся на то, что создаем в рамках муниципалитета какие-то объекты инфраструктурные, направленные на современную переработку твердых коммунальных отходов, почему мы должны брать тогда на себя нагрузку с других муниципалитетов? Как это все прописывается, в каком свете, где произведена ли оценка этого влияния? Поэтому мы, безусловно, тариф высокий. Мы основывались на чем? Вот существующие тарифы у двух наших организаций, они где-то в районе 362 рубля, если в пересчете на метр кубический. Сейчас там несколько иной расход идет, услуга является жилищной и платится с квадратного метра. Если пересчитать на кубы, с учетом того, что у нас установлен закуп практически 846 рублей за кубический метр, то на сегодняшний день, в месяц, стоимость составляет где-то порядка 340 рублей у Элиса. Конечно, тут же вопрос, неужели это в два раза стоимость этих инвестиций и прочее? Покажите, докажите, пожалуйста, что там заложено. Видите, несколько раз цифры возникали, там, насколько я знаю, оператор заходил со стоимостью больше 1000 рублей. 1173 рубля, если я не ошибаюсь, это было заявлено, вы смутились. В рамках дискуссии вот этих, да. Но на сегодняшний момент стоимость тарифа для Тагила является практически самой высокой. Выше только Екатеринбург. Там норма образования отходов, она выше. И за счет этого складывается стоимость. Что норматив образования отходов, он больше. Если у нас он там порядка где-то 0,16, 0,17 куба в месяц, да, с человека, 0,2, 0,19, это в индивидуальных домах, то в Екатеринбурге он больше 0,2. И поэтому там, ну сам-то тариф там меньше. Он в Екатеринбурге составляет 697 рублей, а в Каменск-Уральске 713. Нужно посмотреть цифры, как сложились цифры при формировании тарифа для Нижнего Тагила. И потом уже здесь, я думаю, что надо вступать в конкретную дискуссию с оператором, с региональной энергетической комиссией, с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Ну, потому что на самом деле, объективно, мы за то, чтобы эта система, новое обращение, она внедрялась. Но она должна быть обоснованной и разумно внедряться. Если я правильно понял из нашего разговора, то в тарифе компании «Рифей», в предложенной компании «Рифей» вот этих нормах, не заложено строительство мусоросортировочного завода. То есть это абсолютно отдельная тема, которую будет решать город самостоятельно. Да. Мы на сегодняшний день строительство мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле, как и создание полигона для последующего захоронения, они реализуются, строительство этих объектов реализуется в рамках консессионного соглашения заключенного Владислава Юрьевича летом. Напомните сумму консессионного соглашения. Она где-то порядка 4 миллиардов рублей, из них 2 миллиарда 400 миллионов – это стоимость мусоросортировочного комплекса, где-то порядка 950 миллиардов рублей – это стоимость создания полигона. 580 миллионов в концессии учтены – это проведение рекультивации после закрытия двух существующих полигонов. И там оставшиеся суммы, это связано, значит, с созданием контейнерных площадок для раздельного сбора мусора в наших учреждениях муниципальных. И создание комплекса при переработке твердых масс, выделение твердых коммунальных обходов при переработке снежных масс. Ну вот вы практически все перечислили, остался сбор и вывоз. Остался сбор и вывоз, да, по сути. Сейчас наши компании это делают, как вы уже сказали, за 300 с небольшим рублей. И опять же, РИФЕЙ планирует нанимать субподрядчиков, и это будут наши компании. Да. Невозможно ли отказаться от РИФЕЙ в этих условиях, когда все мы можем самостоятельно? У муниципалитета на сегодняшний день таких законных юридических оснований отказаться. Ну нет, мы не можем, потому что есть процедуры, они прописаны законодательно, определенными федеральными законами. Был проведен конкурс, в рамках этого конкурса определился региональный оператор. Еще раз говоря, чтобы понять, сколько стоит услуга для Тагила, а Тагил входит, потому что тариф единый. Для всей, для всего северного округа, да. Надо понять, вот еще раз говорю, чтобы понять, нужно, по крайней мере, владеть той информацией. Мы эту информацию просим, чтобы нам предоставили для оценки и проверки расчетов. По меньшей мере 600 миллионов будет ежегодно РИФЕЙ собирать только с Нижнего Тагила. Вот эта сумма, на ваш взгляд, она куда будет направлена? То есть, ну помимо того, что мы самостоятельно в рамках концессии сделаем, что мы еще можем получить сверх? Во-первых, оператор обязан заниматься ликвидацией дистанционированных свалок. Тоже ликвидацией. Там в законе прописано, что после этого предъявляется собственнику земель, на которых была выведена свалка и произошла. Но этот мусор, он тоже должен куда-то прийти на переработку. Дальше. Эти деньги должны быть направлены в целом на те мероприятия, связаны в первую очередь с организацией, так скажем, сортировки раздельного сбора. Вот я вижу только в этом. Потому что бездумно закапывать все, что мы сейчас выбрасываем, ну, наверное, это неправильно. Еще раз говорю, возвращаясь к началу разговора, потому что это ведет к тому, что непонятно, что там дальше происходит с захораниванием и как это будет. Ну, неправильный подход, что Россия большая, земли много, можем все что угодно закапывать. Это неправильно. По мнению специалистов мэрии, до какого уровня должен быть снижен тариф? Вот чего Тагил будет добиваться? Ну, да, я предполагаю, что, наверное, нужно еще раз проверить, что были бы учтены те затраты, которые предполагается понести в рамках Конституционного соглашения. Это раз. А второе, ну, как минимум, есть же данные в целом по Российской Федерации. Тарифы в других территориях уже проанализировали? То есть, какой бы нас устроил? Там же другие операторы. Ну, я бы пока не готов ответить на этот вопрос. Да, мы статистику такую собрали, у нас есть информация, тариф разный. Где-то минимальное значение, там, мы выявили, там, от 500 рублей за кубический метр до 900 рублей. Это установлены тарифы. Нужно понимать объективно, где, как, и это же тариф закуп. Ведь в каждом регионе установлена своя норма потребления. А ведь именно норма потребления, норматив потребления влияет на стоимость услуги. Ну, я еще раз говорю, что... Можно снизить норму потребления? Да. Вопрос не сиюминутный, так его, вот, на щелчок его не решить. Поэтому, ну, я думаю, что надо будет всем садиться и договариваться, и проверять. Но это нужно делать уже сейчас, потому что с января система должна начать работать. Да, будут выставляться платежки, платежки будут отдельные. Вот, услуга коммунальная, будут заключаться договора с каждым владельцем жилья или с теми, кто там зарегистрирован. С коллегами из других муниципалитетов общались, они тоже недовольны? Ну, безусловно. Ведь вот вся же разъяснительная работа, она и работа с населением, она же легла на плечи муниципалитетов. Конечно, мы разговариваем, и тоже есть вопросы и у соседей наших, и у Красноуфимска, и у Салда, и так далее. Сейчас короткая реклама, а после сразу продолжим выпуск. Это программа «Неделя в Тагиле» в студии Виктор Зайцев. И напоминаю, сегодня мой собеседник, заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству Вадим Кулик. Вадим Михайлович, еще одна важная тема у нас есть сегодня. Это консессионное соглашение на строительство станций водоподготовки и водоочистки. В каком состоянии сегодня подготовка этого документа? В рамках поступивших разъяснений от возможных участников в консессионном соглашении от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, мы внесли изменения в конкурсную документацию. Изменения существенные. Они связаны с тем, что мы на основании совместных решений, в том числе и Межведомственной комиссии правительства Свердловской области, приняли решение исключить из объемов консессии вопросы, связанные с нашим водоотведением, так называемой канализацией. На самом деле, если это процессы водоподготовки и водоотведения, они технологически вроде бы и взаимосвязаны, но разные функции у них. На первоначальном этапе, исходя из того инициативного заявления, которое было сделано Уральской водной компанией, на основе которой и был размещен конкурс на водную консессию, объемы предельных инвестиций составляли порядка 12 миллиардов 400 миллионов рублей. Это без НДС, и это с учетом того, что плата консцендента, платеж следующий, он должен быть еще больше, там течение. Но объективно сумма достаточно большая. На сегодняшний момент две станции водоподготовки, оценка их строительства где-то порядка 5 миллиардов 700 миллионов, или с НДС 20% 6 миллиардов 840 миллионов рублей. 12 декабря мы размещаем новый конкурс, до 31 января 2019 года согласно законодательство срок подачи заявок, до мая 2019 года рассмотрение идет и представление предложений от организации прецедентов. Если все будет нормально, все процедуры будут пройдены, то где-то в период до конца июня следующего года должен быть проведен конкурс и подписано консессионное соглашение. Давайте еще раз прям конкретно поясним жителям, что, какие работы в рамках консессионного соглашения будут выполнены. Будет произведено строительство двух объектов, новых объектов, которых сейчас нет. Это две станции водоподготовки, предполагающие внедрение новых современных технологий водоподготовки, так называемых мембранных, с учетом последующей ультрафиолетовой очистки и так далее. Ну, все самое современное, что только можно, мы в тех заданиях прописали. Эти две станции нам водоподготовки позволят уже, независимо от исходной воды, будем на выходе после этих станций водоподготовки иметь воду соответствующего качества. Вот, условно говоря, ту, которую можно будет пить из-под крана. А дальше, мы решили переориентироваться и вместо строительства станции водоочистки, то есть провести обследование и подготовить следующую концессию на основании обследования, еще раз повторюсь, по магистральным сетям, внутриквартальным, магистральным городским сетям, с тем, чтобы обеспечить, исключить вторичное загрязнение подготовленной воды. То есть, обеспечить качественную доставку воды до квартиры. Да, совершенно верно. И это будет правильнее, да. А уже потом, ну, думаю, это уже вопрос, там, в следующий период, при наличии средств очередных, можно будет уже заниматься, так скажем, водоотведением, канализацией. Еще раз тогда, когда тагильчане смогут открыть кран и стаканчик воды выпить? По вашим подсчетам. Ну, значительные изменения, конечно, должны произойти после станции, при нерве, станции водоподготовки. В 21-м году уже первый? В 21-м году в первый, да, это у нас Галяно-Горбуновский массив, вагонка, часть города может быть там через перемычку основную, и в 23-м году это Верхневыиски. Весь город уже будет. Станции водоподготовки где будут находиться? Одна станция южная, она будет находиться здесь, в районе Горбуновского, Горбунова. Участок земельный там предусмотрен. То есть ее перенесли сейчас ближе? Да, ближе, да, с тем, чтобы минимизировать затраты на построительство подающих водоводов, раз. Второе, мы оценили состояние там, чтобы эти водоводы проложить, там уже, в принципе, территория уже застроена, коллективный сад, там и индивидуальные жилые дома стоят. Собственно, с тем, чтобы эти вещи исключить, мы перенесли ее сюда поближе к микрорайону Горинскому. Станция, сразу же хочу сказать, что станция, подобная станция функционирует в Екатеринбурге уже. Северная станция водоподготовки, она экологически чистая, санитарная зона ограничена территорией промышленного объекта. Ну, вот, собственно, никаких там особых требований к санитарной зоне там не предъявляется. Плюс у нас есть возможность сразу же минимизировать затраты на создание водоводов, так скажем, которые будут забирать из тех присоединений к существующим водоводам, так скажу. А станция Северная, она на территории Верхней Высской станции водоподготовки, которая, к сожалению, там недостроена, эти объекты есть, на этой территории. Жители переживали, когда вот этот срок постоянно откладывался. Сейчас, сегодня мы можем говорить, что да, мы все равно это соглашение заключим в 2019 году при любых обстоятельствах. Если все процедуры будут выполнены в законном оговоренные сроки, то да, объективных причин для отказа нет, потому что существует решение. Вводная концессия, она на контроле у губернатора. Ну, интерес есть у всех. Это, так скажем, мероприятие такое заявленное уже на федеральном уровне, поэтому я думаю, что оно будет реализовано и подписано в 2019 году, и мы приступим к проектированию строительства. Спасибо большое, Вадим Михайлович, за то, что ответили на все вопросы и пришли сегодня в студию. Напоминаю, что сегодня гостем программы «Неделя в Тагиле» был заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству Вадим Кулик. Программу вел Виктор Зайцев. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова